Музыка Еврейский вопрос Ну давайте еврейский ответ Вот недалее, как позавчера прочитал в журнале Станислава Говорухина разворот журналиста Андрея Бабицкого Тезис этого разворота, вообще выступления, можно свести к одной фразе Журналист, и видимо у него есть единомышленники, считают, что любой еврей будь это одесский, вашингтонский, парижский, московский который сотрудничает с киевским режимом нынешним он есть, ну как там было сказано, Иуда, то есть человек, который предал свои корни Как вы считаете, это имеет право на существование такого рода трактовка? Смотрите, в еврейской истории был охотник за талмудами Феферкорн и великий инквизитор Тарквимада Была масса выкрестов, которые сделали все возможное, чтобы евреев вообще не осталось и их потомков, наиболее известными из которых в нашей стране просто на слуху у многих являются Шафаревич и Паркашов, как ни странно фамилия которого, иначе как Бен Раби Хаим Шмуэль просто не переводится Вы уверены насчет Баркашова? Да, если я что-то говорю, то я очень уверен в этом Проверял У меня очень много друзей лингвистов, филологов они проверили просто по всем языкам, которые могли к этому иметь отношение и тюркским, и славянским Есть стандартная еврейская аббревиатура Баркас или Баркаш или Баркашов Это в лондонском словаре еврейских фамилий Хорошо Ну, значит, до революции кто-то перешел в христианство и, естественно, сильно поссорился, как всегда бывало, с народом своим А есть какие-то люди вроде Галича или Меня, которые перешли в христианство оставшись людьми порядочными и более чем приличными В этой ситуации, ну, как смотреть на еврея, который взаимодействует с режимом для которого Бандера – герой, Шухевич – герой, Мельник – герой Ну, конечно, они были национальными героями Украины Да не дай бог, когда у Украины такие национальные герои Кроме разницы-то в чем? Что одного аббрев курировал, второго гестапо, третьего СС Крови там не то, что по колено, там крови по плечи Волынская резина Они же не только евреев убивали, они были честные Они всех убивали Поляков, украинцев, которые не разделяли их взгляды Русских, вообще всех-всех-всех Ну, во Львове вырезали древнюю общину, которую вообще мало кто знает Вот львовские армяне Ну, они там жили лет шестьсот Это удивительная история Ну, что теперь пойдет? После этого, ну, можно, конечно, сотрудничать с этими людьми Можно становиться частью этого режима Не проблема Ну, просто надо понимать Что в этой ситуации мы возвращаемся к старым правилам игры Времен Первой мировой войны Когда евреи совершенно спокойно друг друга надевали на штык Кто за кайзера, кто за государя императора За французскую республику или за британскую королеву И в отношении этих людей Ну, что теперь поделать? Нет другого метода с ними общаться Если это убежденные люди Есть конформисты, которые просто боятся за себя, за своих детей Есть люди, которые закрывают на все глаза Лишь бы только не понимать, что они делают Есть люди, которые вполне искренне ненавидят там Россию и Путина Вот просто потому, что они ненавидят А иногда только Путина А иногда, наоборот, Путина любят Потому что, ну, вот он как Сталин, крепкая рука А Россия, ну, конечно, унтерменши Бывает такое Так что, в данном случае, неизвестный мне журналист Бобицкий Известного мне кинематографиста Говорухина В журнале пишет С моей точки зрения, вполне себе прав Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!